Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона ведущие Саргалана Антонова. Мы проживаем уникальный, знаковый для всего отечественного образования год педагога и наставника. Символично, что в этот же год мы празднуем 80-летие Российской Академии образования и 200-летие со дня рождения выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Именно ему была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в столице республики на этой неделе в рамках 15-го летнего института по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования. Итак, какова программа летнего института? Кто принимает в нём участие и зачем образованию 21 века идеи Константина Ушинского? Поговорим об этом и многом другом сегодня с гостями нашей студии. Это первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации имени Семёна Донского II Николай Иннокентьевич Бугаев. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель направления дивизион цифровые платформы образования ПАО «Сбербанк», город Москва, кандидат психологических наук Павел Аркадьевич Сергоманов. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Иванович. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетям Саха-Радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 и 32 1166. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Первый вопрос я хочу задать Николаю Иннокентьевичу. На этой неделе вы проводите юбилейный 15-й институт по теме содержания образования, трансформации во времени. Это ведь ежегодное мероприятие, насколько я знаю, да? Какова его цель? Ну, самая основная цель – это тоже одна из форм повышения квалификации. Невозможно же всё время одними лекциями повышать. Это, наверное, самое неинтересное. А здесь это всё в деятельности через мастер-классы, через педагогические мастерские, через обмен опытом и так далее. Что за мероприятия, запланированные во время проведения этого института, да? И какие формы работы можно было бы выделить, на Ваш взгляд? Ну, одна из интересных форм – это, допустим, сегодня первая половина дня. Она полностью была посвящена так называемым актовым лекциям. Актовые лекции у нас читают приглашённые гости. Это могут быть не только педагоги, кто угодно. Например, одну из актовых лекций сегодня читал. Всем нам в Якутии хорошо известны. Наша гордость – Дмитрий Давыдов, режиссёр. Пугало и так далее. Ну, были представители художественного музея нашего, Павел Аркадьевич и так далее. Кстати, вот стала традицией, что в работе летнего института принимают участие приглашённые гости, да? Некоторых Вы из них уже назвали. Но кто-то есть ещё? Ведь с кем удалось вообще познакомиться, пообщаться с нашим педагогом? – Всех-то сейчас перечислишь сложно. Память Девичья. – Тем не менее, есть гости, которые приехали из Москвы, вот, например, специалисты, да? – Ну, Павел Аркадьевич, они вдвоём приехали со своей супругой. Она представитель высшей школы экономики, тоже психолог. И в основном она вчера во время конференции было очень интересно, когда она говорила о проектах детских, когда они работали параллельно вместе, как партнёры со взрослыми педагогами. То есть, как бы, ну, вообще можно сказать, что почему-то все считают, что поскольку дети сегодня развиваются быстрее, система образования, нужно их, в них формировать инновационное поведение. Ну, я считаю, что это абсурд, потому что каждый ребёнок, каждый человек, вот мы с вами тоже, когда пришли в этот мир, мы уже изначально были инновационны, потому что в детстве всё случается впервые. Лев Семёнович Выгодский делил людей на два типа, на две категории. Он говорил, люди бывают только двух типов – значенцы и смысловики. Значенцы – это те, кому комфортно жить по алгоритму, спущенному сверху, как в армии, комодист сказал налево, налево, направо, направо. А смысловики – это те, которые во всём ищут собственные смыслы. Вот каждый человек рождается, приходит в наш мир как смысловик, но чаще всего, к сожалению, из школы вместе с аттестатом выпускается, трансформировавшись в значенца. И в этом смысле это очень правильный и очень интересный шаг. Я по-хорошему позавидовал, потому что нам это тоже нужно уже брать, пользоваться этим опытом, чтобы в реальной проектной деятельности педагогической, не образовательной, а педагогической, я понимаю, участие подростки тоже. А к нам поступил телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушники. Послушаем. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Да. Да, меня зовут Игорь, я из города Москва. У меня такой вопрос. Действительно ли образование передают знания и опыт? И как это происходит? Спасибо за вопрос. Давайте я потом добавлю. Хорошо. Спасибо за вопрос. Очень сложный и большой вопрос. В разной исторической эпохе это, конечно, происходило по-разному. Но каждый родитель, семья и общественные институты пытались, ну и не только пытались, но и успешно передают и знания, и опыт. Ну, например, в традициональных сообществах это передается, что называется, на примерах, образцах. Если ребенок живет в обществе, в котором для пропитания надо добывать рыбу, то он к семи годам учится ее ловить. И, наверное, там отец или какой-то взрослый передает ему знания и опыт. Сейчас, конечно, это все сильно сложнее. Детство удлинилось до 20 лет, даже больше. Человек учится очень долго, потому что обучаться сложным формам деятельности, например, таким, как программирование, инженерия, просто социокультурное проектирование, которым Николай Никитич занимается активно. А разве можно то же самое знание, как яблоко, передать? — Было у меня яблоко, оно у вас. Но так же не бывает. — Да, так не бывает. И здесь есть разные подходы и концепции научные. Ну, вот, например, я сейчас как раз открыл аннотацию статьи одной большой про интерпсихическое взаимодействие. Есть такая теория посредствования культурного, социокультурного посредствования. Она говорит о том, что в целом взрослые увлекают детей в освоение знаково-символических средств и языков. Ну, математика — это язык, русский — это язык, якутский — это язык, архитектура — это язык. Ну, вот, как бы, какую область знаний не возьми, это все языки. И, конечно, первый шаг к тому, чтобы что-то уметь делать, это язык, который описывает то, с чем мы имеем дело. Ну, и вот, в частности, язык педагогики, в том числе язык психологии. То есть, без знания психологии педагогу довольно тяжело. Конечно, можно опираться на традиции, которые передаются из поколения, имеются педагогические традиции преподавания. Но вот тот же самый эксцент Дмитриевич Ушинский призывал к тому, чтобы строить воспитание и обучение на основе науки. Понимание физиологических пределов организма ребенка, особенность его восприятия, возраста и содержания жизни возрастной, в которую мы предлагаем ему как-то сориентироваться, вступаем или пытаемся вступить в диалог с ребенком. Это все очень важные элементы передачи знаний и навыков от поколения к поколению. Конечно, очень сильно зависит это от ступени обучения. В начальной школе мы имеем одно, если говорить классическим языком, письмо, чтение, счет. Эти виды большой грамоты дети осваивают. Конечно, не только эти, но во многом эти. Подростковая школа для других, наверное, немножко содержание жизни предназначено. И пробы себя, пробы пера. Вот журналистские пробы дети делают в этом возрасте. Пробы съемки. Сегодня, кстати, этот замечательный совершенно парень рассказывал, как он просто с детьми взял древнюю камеру Хитачи и пригласил 15 ребятишек, подростков у себя в Лусь и задал вопрос, что будем делать. И вот с этого, как он описывал, началось. И получается, что это вроде как и не урок. Это какая-то неформальная совершенно объяснена. А вот это хитрая штука, Николай Андреевич. Конечно, вот эта деятельность, которую он с детьми ведет, это опыт, который они в пробах... Он взял камеру, отснял, увидел, что получилось. И в этот момент, наверное, происходят какие-то маленькие или большие открытия. И в этом смысле это не передача, а это скорее предложение открыть эту книгу. Есть же у финских лопарей школы маленькие, вроде как бы начальные, но учительница с образованием учителя начальной школы ведет детей до выпуска из 12-го класса. То есть она вспоминает то, когда-то училась и вместе с ними уже проживает, вот примерно как в Давыдовской этой истории, проживает всю школьную программу по всем предметам, восстанавливает ее в свою память. Смотрите, если говорить как бы в языке, описывающем образование, то, ну, как минимум обучение, да, то здесь мы имеем дело с двумя деятельностями всегда. Это деятельность учения с той стороны ребенка и деятельность обучения, это деятельность, которая ведет взрослый, да, учитель. Здесь, наверное, во многом все зависит от того, кто берет на себя ответственность за мое ученика образования. Если его берет, ее ответственность берет мой учитель, то, скорее всего, образование мое, оно будет только формальным. Вот как сделать так, чтобы я тоже разберу ответственность за свое образование иначе. Есть чудо, есть чудо мотивирования, вот, есть чудо мотивации, чудо мотива, чудо инициации, появление инициативы детской, вопроса, удивления. Вот к этому чуду. Я хочу, чтобы я повторил Эйнштейновскую фразу на всю Россию. Ну, не знаю, Никонакий, смотря какую фразу. Ну, приписывается Эйнштейну, ну, не знаю, говорят об этом. Он говорит, что мотив чисто взятый сам по себе, он бесполезен. Еще дополнительно что-то должно быть. И есть только один единственный мотив, который всегда приводит к результату. Это когда вам очень хочется в туалет. Если даже не добежите, все равно результат будет. Ну, вот видите, у нас даже целая дискуссия получилась. Для того, чтобы ответить на этот вопрос. В языке психологии, наверное, в данном случае не мотив, а потребность больше годится слово. Но я согласен, конечно, нельзя обсуждать только с точки зрения мотива или инициативы. Конечно, здесь содержание должно быть. Математика, физика, физика. Если вернуться к тому же Ульшинскому, он примерно об этом же говорил, что, ну, кстати, если сказать-то, почему-то все время его именем оперирует представитель так называемой классической традиционной школы, которые яростно сопротивляются всем инновациям, которые, ну, буквально череда инноваций в советское время у нас же все переживаем шаг за шагом. Где-то были инновации, где-то бардак был, если честно. Вот я про это и говорю. На самом-то деле, он был изначально бунтарем, он никогда не вписывался в эту систему, его даже отлучали. Отправляли ссылку, причем, в Европу. Кстати, там, в Европе он продолжал развивать наше российское образование. Естественно. Писал труды. Он говорит, это просто была прелюдия, а просто хотел привести его слова о том, что учение основано только на одном интересе, оно к результатам не ведет. потому что я могу интересоваться, может быть, совершенно не тем, или же, ну, если во мне нету какого-то способа, который во мне мог бы появиться благодаря совместной деятельности, партнерству с моим учителем, то, естественно, мой интерес чисто обиде же не может привести к тому, чтобы мой педагог передал мне свои знания. Кроме интереса, конечно, потребуется и труд, и воля, иногда же и себя заставлять надо. Понимаете, это же тоже непросто. И на самом деле обучение, оно внутренне противоречивый процесс, и учение особенно, да, внутреннее. То есть что это такое? Это когда я решаю задачу, которую не решал раньше. Иначе, если я ее решаю, то к чему я учусь, да? Это всегда задача новая. Вот как Николай Анательевич говорит, что это всегда что-то новое, да, вот ребенок, а в этом смысле любой из нас ребенок, да, как только он учится, ребенок всегда сталкивается с ситуацией, что это впервые, да, что он этого не знает, не знает, как делать, не знает, как к этому подойти. И получается, что этот процесс внутренне очень противоречив, и само напряжение и противоречие, оно, конечно, содержательно, да, конечно, нужно выходить из этой ситуации, которая создалась, она внутренне конфликтная. И очень важно понимать, что процесс учения часто даже драматичен, и мы должны помогать и себе, и детям преодолевать эти драмы, да, когда кажется, что ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь, что у тебя ничего не получится никогда, да, я думаю, что вам тоже согласно такое чувство знакомо, наверняка. Да, у нас, у педагогов, на самом-то деле, в этом ключе есть только один инструмент, это суметь создать ситуацию, чтобы в нем возникла потребность чем-то заняться. То есть, и Василий Васильевич Давыдов, тот системы Элькоина Давыдова, знаешь, да? Да. Он всегда говорил, что... Почему определяет только потребностная эмоциональная сфера, а интеллект в образовательной и познавательной деятельности это «пятое колесо» в телегии. Имея в виду, что все равно я могу только быть мотиватором. У учителя в учебном занятии есть только одна позиция – это мотивация. И не случайно ему принадлежит такая метафора, метафорическая фраза, что чем меньше я, учитель, знаю свой учебный предмет, тем больше у моего ученика возможностей чему-нибудь научиться самостоятельно. То есть, если я хочу свою точку зрения по поводу может передавать педагогика знания ученику, мы можем только создать ситуацию, чтобы он сам делал попытку. Ну, еще подсказки важны, мне кажется. Это само собой, это и есть создание ситуации. – А, ну, есть не только началом, но и продолжением, да? – Да. – С подсказки. – Сегодня же, помните, я говорил, что на самом-то деле мотивация и рефлексия, они… – Супряжены очень сильно. – Супряжены, да. – А мне очень не нравится, когда сегодня, исходя из технологических карт уроков по ФГОС, обязательно в конце делают итоговую мотивацию, причем, итоговую рефлексию, причем подводя к тому, а вы что-то узнали или нет. Это совсем не рефлексия, рефлексия всегда, когда я на основании того, что я сейчас сделал, выхожу в новое проблемное поле, в следующий мотив, в следующий шаг. – Хорошо, ну давайте продолжим все-таки рассказ наш об летнем институте. Да, мне хотелось бы знать вот ваше мнение. Вы побывали, например, вот вчера на научно-практической конференции, сегодня на актовых лекциях, да? Вот какое впечатление у вас осталось? – Вы знаете, я очень ценю, я третий раз, второй раз на курсах, меня приглашали раньше, я работал ректором в Красноярском институте развития образования, краевом. И мы довольно-давно дружим, знакомые, и меня всегда очень греет и поддерживает две вещи, как минимум. Они потрясают. Это когда образование обсуждают люди не из образования, и это считается очень правильным и хорошим тоном. И вторая вещь – это все же попытка взять такую вершину разговора, которую очень тяжело вообще взять, да? Это, не знаю, как на ходу сочинить какую-то очень хорошую повесть или стихотворение, вот на ходу. Это обычно тяжеленная штука, это не получается, да? Думаю, что, наверное, многие со мной согласятся, что, собственно, открытый диалог и разговор открытый, и при этом сфокусированный не на плаче Ярославны, да? Вот как нам тяжело, там, как еще что-то такое, чего-то не хватает, еще что-то, а именно профессионально заостренный, да? Сложнейшая профессия, мне кажется, самая сложная профессия – это педагогическая профессия. Вот сложнее не придумать, да? Как в свое время Эйнштейн сказал, что ядерная бомба – это игрушка по сравнению с детской игрой. То есть настолько сложна проблема, настолько она неоднозначна, настолько она, может быть, неуловима. И, кстати, в отличие, например, от физики или математики, как науки, да, вот педагогика, почему ее все время и Ушинский тот же самый ее называет искусством, да? Хотя с научной основой, да? Почему? Потому что каждый раз педагог имеет дело с совершенно новой, неопределенной ситуацией. Он не знает, что эти тигры в клетке вытворяют в следующий момент. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы проявемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о работе 15-го летнего института для работников образования. Будьте с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о работе 15-го летнего института и его программе. Ответим на вопросы, зачем образованию 21-го века идеи Константина Ушинского, а также как меняют нашу жизнь цифровые образовательные платформы. И наши собеседники сегодня, я напомню, первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации имени Семёна Донского II Николая Иннокентьевич Бугаев и руководители направления дивизион цифровые платформы образования ПАО «Сбербанк», город Москва, кандидат психологических наук Павел Аркадьевич Сергоманов. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Саха Радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, ключевой для современности представляется идея Ушинского о создании национальной русской школы как непременного условия прогрессивного развития страны и нравственного просвещения народа. Он называл родной язык уникальным педагогом. И это действительно так? Что показало время, на ваш взгляд? Ну, с точки зрения психологии, мы вчера обсуждали с педагогами этот вопрос, он блестящий совершенно вопрос и переворот содержания образования. С точки зрения психологии, изучение мертвых языков и изучение языка, на котором ты сам говоришь, родного языка, это, конечно, совершенно разные объекты и разные пути изучения языков. Потому что в одном случае он нам противостоит. Я имею в виду, когда мертвый язык, то есть латынь греческий, он нам противостоит, как определенный внешний объект. А язык, на котором говоришь ты сам, он является еще и внутренним. Это то, на чем ты думаешь, на каком языке ты выражаешь эмоции, счастье, горе и так далее. Ты, конечно, можешь это сделать все на языке мертвым, но это будет не тот эффект. Поэтому, конечно, в изучении родных языков есть то, что Николай Анательевич начал обсуждать как рефлексию. Это, наверное, мощнейший механизм развития личности. Это попытка посмотреть на себя со стороны, понять, кто ты есть. И рефлексия, конечно, в каком-то смысле мать идентичности человека. И в этом смысле язык, на котором я говорю с детства или там попозже, и многоязычие, они очень сильно влияют на как раз личностную идентичность, национальную идентичность, идентичность культурную, идентичность языка. Вот как бы самая идентичность языка, на котором я говорю. Возможности сравнение силы и красоты языков. И в целом то, что, говоря даже немножко штампом, образует богатство внутреннего мира личности. Вот это, конечно, переход на родные языки, на изучение родного языка, он, конечно, даёт вот это ощущение жизни. Неужели говорят мёртвые языки, да? Ну и сегодня язык ещё становится и явлением геополитическим в современном мире. Ну, он всегда был явлением геополитическим, просто, я думаю, сейчас обсуждать стали это шире, наверное, я не знаю. Ну, из-за глобальных процессов. Я бы вот переключился ещё на языки цифровых носителей, скажем так, да, вот экранную культуру как специфический язык и пресловутый тик-ток, да, как специфический вид языка. И хотел бы обратить внимание на то, что есть языки, которые легче порабощают наше внимание, наше восприятие мира, чем что-то другое. Ну, вот опять же тик-ток, да? Вы же наверняка смотрели за роли. Получается, что вот экранная культура, она, по сути, замещает книжную культуру, к которой мы привыкли. В каком-то смысле, конечно. То есть, с точки зрения массовой это происходит. Но книжная культура древнее. И, как говорил один замечательный человек, культура работает медленно, но железно. Да, и если ребенка приучать к чтению книг, не заставлять, да, вот инициировать, показывать интерес и глубину этого, да, этой вещи, то, конечно, у него будет мощнейшее средство противостоянию, ну, в каком-то смысле джанк-культуре, да, такой мусорной, слегка. Потому что не зря на сленге подростковым говорят, что тупить в тик-токе, да. Это время препоражения тупить. Оно, может быть, в каком-то смысле необходимо, да, отдохнуть, абстрагироваться. Но когда это тебя захватывает, и когда ты не можешь ничего противопоставить осмысленное, да, когда ты не можешь осмыслить себя вот в этом, в этой коммуникации. Ну, псевдокур, а тупо, да. Вот глядя и глядя, потребляя, 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 а потом в конце потребления обнаруживаешь, что, значит, и ты как бы не наелся, да, не насытился этим, и раздражение какой-то, и дела не сделал. Ну, в общем, как бы ничего хорошего. И как с этим быть? Как с этим быть? Воспитывать. Но не ремнем, конечно же. Я к чему веду-то. Массовая культура, она в основе своей фрактально. Она дробится множество, множество, и убить очень сложно. Ну, у меня с массовой культурой ассоциация... Но это сегодня уже массовая культура. Конечно. Это боль, это гипермассовая культура. То есть, это каждый, у кого смартфон есть, он может это потреблять, использовать. Но тем, мне кажется, и значительнее роль настоящего языка и мышления, не клипового, да, вот этого, что она как раз этому легко противостоять может. Легко, потому что эта культура древнее, мощнее, и, как я уже повторял эту мысль, она действует медленно, но железно. Но если я в этой культуре не приобщаюсь, если я все время в этой культуре живу, как она может... Мне кажется, что мы должны, должны именно, вот я хочу подчеркнуть, верить в человеческую силу человека, его стремление к трансценденции, то есть, к выходу за пределы самого себя, к обнаружению себя нового. Но без веры некуда деваться, мне кажется, что что-то верить важно. И здесь дело благородное, дело учительской профессии. Как раз, я думаю, учителя, и многие это и делают, они показывают, что сила слова сильнее силы ТикТока. – А вообще, какие цифровые инструменты могут быть использованы нашими педагогами, какие, может быть, у них есть плюсы, минусы? – Вы знаете, это очень хороший вопрос. С одной стороны, школа не должна оставаться от общества. Общество сильно цифровизовалось, и у нас с вами здесь все, так сказать, в цифре во многом. И оно не должно быть закупорено. Но, с другой стороны, опять же, очень много мусора. – Ну, смотрите, у нас и так бюрократически построена система, школа, по крайней мере, в нашей стране, думаю, и во всем мире, она не может не отставать. Потому что, вот, допустим… – Не может, но отстает. – Не может, не отставать. – Но отстает. – Она всегда отстает, 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 и будет отставать. Потому что, вот, смотрите, даже банальную ситуацию возьмем буквально. Я ученый что-то придумал. Дальше я автор учебника, это включил свой учебник. Дальше я методист, написал, как это использовать. И затем только я учитель начинаю это использовать. – То есть, прошел определенный отрезок времени? – Нет, смотрите, я думаю, что здесь неправильное слово – «отстали». Как можно сказать ребенку, что он отстал от взрослого? – Я сейчас не про ребенка сказал, я про учителя сказал. – Ну, нет, я просто аналогию провожу. Вот мысль, как можно ребенку сказать, что он отстал от взрослого? Это невозможно. У него свой путь. У него своя роль в обществе. У него свои тропинки в саду, по которым он может пойти или не пойти. В плане инфраструктурном, ну да, мы видим, что где-то в корпорациях каких-нибудь очень крутое оборудование, а в школе там не сильно крутое. В этом плане, ну, может быть. Но в человеческом плане нет. Я думаю, что так вряд ли можно говорить, что отстал. – Ну, вот прошедшие два года, например, пандемии буквально же сделали революцией, когда обучение у нас перешло в онлайн-формат, да? Очень быстро же учителя, как никто, мне кажется, перестроились. – А еще интересный эффект – это родители поняли, как сложна профессия учителя, когда они столкнулись с тем, что чаду нужно объяснить домашнее задание. И обнаружили, что уже что-то другое делать. – Им приходится вместе с ребенком сидеть и заниматься. – И зла на них не хватает, да? Только со своим, а там вот 30 сидит, там, или 25, или 35, или 40, да? И с каждым попробуй, значит, от тебя требуют все время, чтобы с каждым. Персонализацию требует образование и так далее. Ну да, пандемия, конечно, заставила. Но онлайн – это суррогат. Невозможно заменить общение онлайном, потому что… – То есть дистанта у нас никогда не заменит живое общение с педагогом. – Нет, но если вы хотите получить информацию, как в Гугле, как сейчас в GPT, там, в общем, ну, как бы это информация. Да, это ценно, это важно. Получаете, это быстро, качественно и так далее. Но люди учатся у людей, а не у машин. – Зачем тогда я учитель? – Для человека нужен человек. – Зачем тогда я учитель, если все там есть? – Вот именно, да. Зачем тогда я учитель, если все там есть? Это какая-то бессмысленная история была. И вот все эти пугалки, что искусственный интеллект заменит учителя, цифровизация накроет всех так, что никому не нужно. Это такая утопия, она ведет к тому, что машины будут общаться с машинами. Понимаете, вот что-то в этом духе. Мне кажется, это… – Сплошной Айзей Казимов, да? – Да, сплошной Айзей Казимов. Это какая-то переоцененная совершенно сфера. И это… – Ну, смотрите, если я… – Обложенные несколько странную аналогию проведу. Допустим, вы совсем не педагог, не психолог, вы просто родители. У вас родился ребенок. – Да, вместе. Дети, да. – Допустим, у вас родился первый ребенок. Вы в педагогике не в зуб ногой, в грамматике не в зуб ногой, но тем не менее он каким-то образом… Хотя у вас, если даже были бы педагогом, у вас не было бы возможности ребенку прочитать лекции про правила, про распоряжение, склонение и так далее, но тем не менее он каким-то непостижимым образом приходит время и начинает говорить на языке. – Ну, для психологии этот образ постижим. – Ну, где здесь школа? – Ну, есть… – Я просто аналогию провел. – Я понимаю. Есть естественная система воспроизводства. Ходьба, язык, даже походка – это естественная система, которая воспроизводит культурные феномены. Они оестествились, ну, как сказали бы методологи, то есть какое-то время для обучения, например, было достаточно, не знаю, до семи лет и все, да, и уже взрослый человек, он как бы все впитал, все воспроизвел, и все это происходит естественным путем. Пробовал так, пробовал сяк, значит, спонтанная рефлексия, переоценка, новая адаптация и так далее, и так далее. Чеческий мозг на это способен просто, да, как универсальный такой. – Мы уже получали ответ на вопрос, кто научил Адама пахать, а его прясть, если учителя не было. – Я скажу так, слово. А то я же есть, вначале было слово и в середине, и в конце, кстати, да. – Кстати, вот поговорим немножко о мышлении, да, вот часто встречаем такое выражение, как «что у детей клиповое мышление». Вот это действительно так, либо это выдумка вообще вот, хотелось бы услышать мнение психолога. – Ну, нет у детей клипового мышления. Мы со стороны наблюдаем такую картинку, как будто бы они, ну, не как будто бы, а они, правда, вот опять же в ТикТоке или где-то в интернете шарятся, значит, серфят, как говорится. Вот. И как бы перепрыгивают от одной порции информации к другой. Порции могут быть совершенно разнородные, никак не связанные между собой. И вот такой вот серфинг такой полуосмысленный. Каждый мог наблюдать за собой, когда вы берёте смартфон, к вам приходит уведомление о чём-то, вы, значит, полезли за чем-то одним и вдруг замечаете, что вы уже там сидите полчаса и не сделали то, что и вначале хотели сделать. Это такая психотехника этого экранного влияния. Вот. И со стороны это выглядит как будто бы мышление разрывается, вот это клиповое так называемое и так далее. Но это, мне кажется, просто неверное обозначение. Мышление у тех, как было, так есть и будет. Мышление способность решать задачи. И сваливаю усилием. Ответить на ваш вопрос вопросом. А можно ли мышление начать? Лев Семенович Угоцкий говорил, что мышление нельзя начать, в него можно только войти. И интеллект всегда собеседник. И вот этот собеседник просто подавляет нашу волю, если я не могу управлять. Ну, скорее он беседник, чем собеседник. То есть он бессон. Он тот же искусственный интеллект, он был создан-то людьми. Ну да, но видите, опять же, это довольно сильно атромпово морфизируется, то есть уподавляется человеку. На самом деле это глубоко не так, это всего лишь статистика, как говорил тот же самый Стив Возняк. Это всегда-всего очень изощрённая статистика. Вы наверняка знаете, когда вы печатаете слово, вам подсказывает следующее слово. Вот механизм абсолютно такой же. Просто это миллиардная, многомиллиардная статистика, сложная, конечно, математика, но там ничего человеческого нет, кроме того, что это придумал человек. Это IT-инженеры, программисты и так далее всё это придумали. Это, конечно, вызывает впечатление очень сильно. Но, как говорят сами, эти программисты, он часто выдаёт галлюцинации. То есть, ну, именно искусственный интеллект, вот GPT, значит, он говорит, делает ссылки на несуществующие статьи, выдумывает несуществующие факты. Сегодня вы же столкнулись. Да, да, да. Это, кстати, слово о Бушинском. О Бушинском и искусственном интеллекте. Мы вроде как бы нынче празднуем его 200-летие. Да. Есть ещё, вы, наверное, слышали, что есть медаль Бушинского. Там написано 1824. Сегодня Павел Аркадьевич решил побеседовать с искусственным интеллектом. Какой был ответ? Да, 1823. Но самое смешное, что он эту разницу, противоречия, он это не видит. Даже несмотря на то, что ему доступна вся информация. То есть, он вместо 23 выдает 24. Ну, было много путаниц действительно с даты рождения касательно Бушинского. Но, тем не менее, всё-таки пришли к выводу, что он был рождён в 1823 году. Ну, смотрите, я к тому, что искусственный, он никакой не интеллект. То есть, он элементарных противоречий в своей же информации, которую ему везде доступно, не видит. Он же просто сопоставляет и одно что-то... Да, он просто что-то взял, отдал. Вы ему дали на вход, он вам дал на выход. Ну, механизм действительно тонкий, сложный, так сказать, и так далее. Но, конечно, очень интересно, что... Учителя истории, кстати, этим очень хорошо на уроках своих пользуются. Он удобный там, где нет углов, где нет творчества, где нет... Рутина какая-то есть. Можно план урока придумать легко. Вот наберите там, скажите, дай мне план урока, там, пятый класс, математика, тема такая-то. Он вам прям напечатает. А теперь... Продолжай. А теперь дай примеры. Напечатает. А теперь дай задачи для детей. Напечатает. Всё. Очень удобный помощник. Допустим, он ведь наблюдал на одном уроке истории. Учитель истории задавал этот вопрос. Кто был последним Рюриковичем из царей русских? Дети сразу и просят всех в разных оболочках разного интеллекта спрашивать. Ответы абсолютно разные. Ну, о чём это говорит? О том, что? Ну, о том, что не нужно гипертрофировать тему, и нужно искать просто уместность применения. И проверять. Нужно за ним проверять, проверять, проверять. Проверять. И самое главное, наверное, нужно учить и знать. Я думаю, критическое мышление это воспитывать должно. Да. Ну что же, на этом мы завершаем наш разговор. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня. Её подготовила и провела редактор Сарганана Антонова. Всё вам самого доброго. И до свидания. До встречи теперь уже следующей осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...